Точечная хирургия Привет, Аугуста. Извини, потом поговорим. Некто Усама бен Мохаммед бен Ладен. До 1957 года рождения. 54-й ребенок в семье. Представляю, сколько у него родственников. Да. А не дали согласие на операцию? Не все. Послушайте, Пуш, я понимаю, что в этом деле не обойтись без катетера, но вы же ни черта в этом не понимаете. Что у нас сегодня? Герпес, чесотка, геморрой, пролежни, мозоли, переутомление, радикулит, сколиоз, плоскостопие, ОРЗ, ревматизм, икота, насморк, язва, цыпки. Я не спрашиваю, что у нас. Я спрашиваю, что у больных. Черт их знает. Я не спрашивал. Скорая помощь. В ролях Энтони Эдвардс, Александр Лукашенко, Джордж Клуми, Джордж Буш, Джулиана Маргулис, Владимир Жириновский, Нуа Уайлд, Герхард Шрёдер, Глория Рубин, Владимир Путин и Эрик Лассе. Санитар, что здесь? Откуда этот запах? Это не от меня. Его три раза стошнило по дороге и по носу тоже. Держитесь от него подальше. Доктор Буш, возьмите больного. Похоже, он отравился, упал с лестницы и подхватил инфекцию. Да-да-да, я хотел попробовать мой новый метод точечной хирургии. Мне нужно что-нибудь огнестрельное или колотое. Если вам нужно колотое, возьмите льда из холодильника. Я недавно наколол. Доктор Лукашенко, может, вы прооперируете? Больной истекает этим самым. Хорошо. В операционную ягу. Сюганов! Есть. Будете ассистироваться. Как его глаза? Одного нет. Второй раскол. Приступим. Я буду резать папирок, а вы вдоль. Смотрите, не перепутайте. Кстати, а у него есть страховка? Вроде нет. Тогда знайте что. Давайте сразу зашавать. Срочно сюда. Быстро, быстро сюда. Отсос, домкрат, разряд, скальпель, растворитель. Дело серьезное. Срочно. Что здесь? Ой, смешной случай. Автотравма. Вы такие любите, однозначно. Двух стариков сбило цистерна с клеем. Ой, я не могу. Это кровь? Это клей. Они слиплись и очень страдают. Понимаете, очень страдают люди. Доктор Путин, я предлагаю провести совместную операцию. Я наношу точечные удары, а вы меня прикрываете. Я возьму этого, а вы, доктор Буш, того. Что это за наросты? Это эти, как их? Ну, это злокачественные песни. Я думаю, их надо ампутировать, пока не поздно. Старика зовут, вот, его зовут Ариэль Шарон, а этот Ясер Арафан. Ясер, так это ты ко мне прилепился. Посоветуй, доктор Путин, куда колоть точечную инъекцию. Главное, в меня не попадите. Черт, я к ним обоим приклеился. Может, мне у них что-нибудь обрезать? Делайте что-нибудь, доктор Буш. Я чувствую дискомфорт. Руки немеют. О, мы теряем ваши руки, доктор Путин. Ой, ах, я иду за растворителем. Доктор, вы обещали мне помочь. А, это опять выпей на чат. Вы особенности не рассчитываете, что я вам помогу. Просто мне интересно, чем я, собственно, могу вам помочь? Хочешь заработать 50 баксов? Хочу, 150. Напиши мне справочку для трибунала, что я старый больной человек. За 300 я могу устроить вам астму, за 500 паралич или эпилепсию. Вы что хотите? Вот тебе 10 долларов. И напиши, что у меня ветрянка. Только не шлик, пожалуйста. Нет. Нет. Он жив? Так, ну-ка. Да ты не знаю. Ну, дыши. Лучше бы не Дашал. Страховки у него нету. Одних уток на него уйдет целая стая. О, проснулся, дядя. Как зовут-то тебя? Так, это значит у нас Саддам Усень. Ну и что? И таких надо лечить, если больше некого. У вас есть рассмотритель. Мы теряем. Мы теряем доктора Путина. Да ладно. Сразу уж теряем. Он, наверное, обедать пошел. Так, а у вас что, помощь душа? Откачали. Скоро устанет на ноги. На усе четыре. Саддам, устанешь? Саддам, говорите. Откачали, говорите. Что вы делаете? Вы же, вы же клятву им по тама давали. Не давал я ничего. У меня в тот день дела были. Мы теряем его, Сюганов. Да хрен с ним. Пусть идет. Да я не про Пуша, я про больного. Быстро, скальпинг, зажим, электродрель, пилу, перфоратор. Время – это мозг. У тебя есть нанеризм? Они уже лучше, не вставайте. Вам нужен рентген. Нет, все в порядке. Только носа ложит. Может, прививка от гриппа? Доктор Шрёдер, тут были двое больных. Шарон и Арафат. Я их начал резать, но пошел за растворителем. Долго ходить. А как доктор Путин? А я как раз его зашивать. Давайте я вам помогу, доктор Шрёдер. Не надо, доктор Буш, вы плохо шьете. А доктор Шрёдер прекрасно зашил мой халат и шапочку. Вот она, немецкая аккуратность. Кстати, почему вы убежали? Я все скажу кофе Аннану. Вы Пиночета не видели? Он там в коридоре сидел. Ему нужна операция? Да нет, ему нужна справка для трибунала, что он кашляет. Он вчера взял справку, что у него свинка. А у него свинка, что ли? Нет, у него плоскостопие. Но мы ему не говорим. Лично мне ближе к перелому черепа. Неудивительно, совсем рикнулся. Ну как наш Саддам в коме или совсем откинулся? Просталте себя, вытащили. Ну что вы из него вытащили? Селезенку, печень, почки. Можно посмотреть? Больного вытащили. Так, не ожидал. Не бейте его больше, доктор Буш. Мы же работали. Бить не буду. Я хочу попробовать точечный удар скальпелем. Все равно у него страховки не было. Быстро, скальпель. Ампула, адреналина. Литр физраствора. Три горчичника. Ну быстро, что ты стоишь? Дай чего-нибудь мне. Давай, давай. Чего же? Ну давай, что сказать? Ну вот это, вот это что? Серое вещество на волосах. Это мозги. Быстро отсос. Кому? Отсос быстро. Доктор Буш, идите домой. Вы переутомлены. Да, у меня стресс. Я могу быть неадекватным. Вы знаете, где находитесь? Что? Какой сегодня день? Где? Чарли тебя изнасиловал? Когда? Я никому не скажу. Может, зайдете к Кофианану, нашему психиатру? А, может зайду. Но, но лучше не надо. А вдруг у него сейчас какой-нибудь талиб с раздвоением личности? А это уже два талиба. О-о-о. Ладно. Пойду домой. Приму валерьянки. Кажется, больных больше уже не будет. С меня хватит. У меня было три операции. Поздравляйте. Вы спасли троих. Да нет. Спас, но я одного. Ну, три раза. Все сюда. Быстро, быстро. Готовьте операционную. Быстро готовьте. Этот наш. Наконец-то повезло. Парень угодил под поезд. Зрачки не реагируют на свет. Подмышки не реагируют на щекотку. Нюх не реагирует на спирт. Ампулу адреналина. Литр физраствора. Струйно. А куда струю направлять? Ну, не на меня, не ажа. Я сделаю непрямой массаж сердца. Непрямой, говорите? Ладно, делайте, как знаете. Нужно переливание крови. Где кровь? Крови полно, немерено. Боже, я дала ему не ту кровь. О, шайза. Это есть не тот кровь. Быстро откачивать ее обратно. Мы не справляемся. Надо вернуть доктора Буша. Я знаю номер его пейджера. У кого звонит пейджер? Немедленно отключите. Так это у его. У трупа. В смысле, у больного. Это пейджер доктора Буша. Откуда у вас пейджер доктора Буша? Откуда? Это же и есть доктор Буш однозначно. Что? Он не пошел к психиатру? И вот что получилось. Попал под поезд. Завтра же идем к психиатру всем отделениям. Усё. Наша смена закончилась. Оставляем вам доктора Буша. Спасите его. Он должен сходить к психиатру. Если он умрет, мы так и не узнаем, что у него с головой. Если это признается самоубийством, может, нам хоть смену сократят. Доктор Хусейн, вы, должно быть, соскучились по хирургии. А, конечно. Отлично, доктор Пиначет. Я с удовольствием тут поковыряться. Помогите. Спасите моего друга, пожалуйста. Он умирает. Кажется, наркоз перестает действовать. Хусейн, у вас нет медицинского образования. Доктор Буш, какой Хусейн? Хусейн давно выписался. Выписался? Значит, я просто бредил. Какой кошмар. Усыпите меня снова. Уйди, Хусейн, не трогай. А это что за факс? Почему на арабском? Кто-нибудь понимает по-арабски? Я понимаю по-арабски. Это доктору Бушу. Здесь сказано, что больной Бен Ладен не приедет на операцию. Еще он обещает, что при случае сам прооттерирует доктора Буша. Я не понял, он врач, что ли? Продолжение следует...